О, какая агрессия-то у нас пошла, это не унижена, ай, какая у нас, какая эмоция-то, с которой мы сработаться-то не можем. Давай хотелось бы в туалет все-таки остановимся на этой фразе и попробуем себя, собственно говоря, вот так вот скрутить, да, вот представь на съемочной площадке, режиссер просит тебя, вот хочу эту фразу, чтобы ты сделала унижена. То есть, что здесь хорошо, да, то, что ты идешь работать на сопротивление, это очень хорошо, потому что у меня в основном, мне идут негативные персонажи нравятся, и у меня все время на съемочной площадке идут персонажи на сопротивление, я все время должна играть милых, добрых, вселюбящих, и прям вот, ты представляешь, как мне приходится вот переделываться тут же моментально. Вот давай попробуем, тебя унизили, я понимаю, сильные личности мы сейчас все, вот, нет у нас, безвыходное положение, все. И что мне надо, в туалет? Да, тебе надо в туалет, хотелось бы в туалет, то есть ты должна выпросить этот туалет, точнее, наверное, будет сказать, а то тебе придется прямо, ну, вот здесь вот сейчас вот сидеть. Внутренним монологом могу сказать следующее. А силу-то духа мне нихрена не свомили. Да, я, да, я вас сейчас попро... Знаешь, ты похожа сейчас на Зоу Космодивьянскую, вот, фильм, вот, если бы снимала я фильм про немцев, да, я бы тебе взяла вот, как раз вот эту вот партизанку, которую схватили, как бы тут пытали, она, значит, вроде ничего ей не сказала. Хух, на вас всех! Да, черт, ну, вот это был хороший дубль, Оль, вот, честное слово, это был хороший дубль, ладно, давай, оставим его. На самом деле, да, это был такой, знаешь, военный дубль сразу, вот, я бы так сказала, меня не сломили, мой так дух героя. Ладно, оставим этот дубль, раз у нас пока... Это ж по жизни, блин. Теперь насмешливым. Жали бы туфли. Типа я над кем-то насмехаюсь. Да, 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 да. Жали бы туфли. Можешь немножко веселенького такого добавить? То есть тут ни сарказм, ни ирония, ничего, тут просто... Жали бы туфли. Да, так, поехали дальше мы с тобой. Так, насмех. Прокурорским. То есть, надо сразу понять, кто такой прокурор, да? Нет, это Бэтмен. А у нас прокурорский прокурор... Нет, она тачки. Просто у меня их нету. Нет, не надо. Если нет, то так ни в коем случае делать не надо. Ты прокурор, что он делает? Он приходит и что-то забирает. Правильно, у человека? Вот. Давай, жали бы туфли. Я забираю, жали бы туфли. Ну, прокурор, он... Он еще... А, он обвиняет еще. Он еще обвинитель. Адвокат защищает, прокурор у нас обвиняет. Жали бы туфли. Вот представь теперь внутренним монологом. Поставь, пожалуйста, за что ты обвиняешь человека, в чем ты обвиняешь человека. Ну, я себя сразу в суде представляю. Типа, я говорю, там, вы обвиняетесь в такой-то статье, там, по такому-то... Нет, а... А, ну, давай, вперед. Какая статья? Конкретика, если, конкретика. Давай человек поджег дом. Да. Жали бы туфли. Вот это игра идет, понимаешь, чем дело? А если ты реально... Твоя задача посадить этого человека, и ты за это получишь еще премию, причем. И, в принципе, все доказательства налицо, все есть. Ты прекрасно понимаешь, что этот человек сейчас сядет. Жали бы туфли. Опять игра идет. Ты премию получишь сейчас. Ну, тогда я немножко сволочь, да? Ну, может быть, и сволочь, но причем ты знаешь, что этот человек реально виновен. И, соответственно, ты все равно ненавидишь этого человека, ты ненавидишь этого адвоката. Ну, не то, что даже ненавидишь. Тебе, в принципе, может быть, даже по барабану, может, ты там 30 лет уже работаешь в этой прокуратурской системе. Обвиняешь? Обвини его. Жали бы туфли. Молодец. Поняла? Поняла разницу? До этого была игра, а вот тут уже какой-то внутренний там что-то там случилось, и ты уже выдала. Молодец, умничка. Твои сегодня победы? Вот учусь внутри себя искать разные комбинации. Ты видишь, она же. Прикольно. Вообще, такие интересные те самые. Вот, правда, я, честно говоря, я не представляла себе, что такое актерское мастерство. Ну, понятно, что это интересно, круто, вот хочется там реализации творческой, и все, но когда, блин, начинаешь это все сам делать, я даже, честно говоря, вот когда вебинар, я все равно же знала, что я буду учиться, да? Я, честно скажу, я поехала в Польшу ради того, чтобы уже, ну, чтобы заработать деньги на этот курс, и чтобы учиться, и что-то позволить себе, да? Я не знаю, как дальше будет складываться, но вот эти два месяца, все, я вот бухаюсь туда вот с головой, дальше там жизнь покажет, вот, но сейчас, конечно, вот это вот именно я начинаю понимать, и вот в чем труд, в чем вот это вот, и вот это вот себя просто раскрывать. Кстати, вот интересный момент, то, что я начинаю себя познавать. Я смотрю, я в какую-то роль, и я начинаю понимать, что вот по мне вот это какая-то вот скрытая эмоция, которую я начинаю проявлять, может быть, она не совсем уместная, там, вот в персонаже вот этом, и я такая, блин, ну, реально я понимаю, что, может быть, я, получается, я в роли персонажа, я могу раскрыть то, что я, может быть, подавляла где-то в себе, ну, вот, типа, ну, я ж такая вся хорошая, вот, и такая, блин, я вот реально, то есть это у меня получается как бы обратный психоанализ, там я себя где-то пыталась из себя такую прям хорошую сделать, там, это самое, типа, там... Правильную. Да, переклеить, переделать, а тут такая, блин, смотрю, вот такие эти самые, я такой смотрю, вай, то есть какие-то такие вот прям вот железкие эмоции, вот это грестие, ненависть, гнев какой-то такой, вот там, я же говорю, вот эти вот, кстати, второе, третье манолог, я смотрю, я вот пытаюсь, ну, вот сыграть вот эту роль, у меня, ну, пыталась там подумать, что-то как-то там скомбинировать, я такая смотрю, прям вот прёт вот это, типа, ну, вот, если мужчина мне изменил, да, почему я их всех посылала, ну, чтобы их не загнобить свои ненависти, потому что реально я бы уничтожила просто, такую подругу, там, сустав-то, короче, нафиг, вот, я же говорю, поэтому я просто отказывалась от этого, но я понимаю, ну, можно как-то это где-то смягчить, где-то вот эту вот всё-таки агрессию трансформировать, где-то всё-таки пересмотреть, то есть хотя бы поменьше мне с ней столкнуться, но встретиться лицом к лицу для того, чтобы, ну, как бы, вот, посмотреть на неё со стороны и там уже порешить дальше, что с ним делать, какие-то такие вот штуки интересные, вот сейчас всё это открывается, очень интересно. Ты сейчас сказала очень классные слова вначале, потом у тебя пошёл сумбур, вот, много-много бла-бла-бла, конкретики не было, но я тебя суть поняла, потому что, ну, молодец, то, что вот дошла до этого, да, потому что мне очень сложно иногда бывает как раз вот с очень правильными людьми заниматься актёрским мастерством, когда им говоришь, что, ну, актёр это разноплановый, разножанровый, ты должен просто уметь, не знаю, всё перевоплощаться, и где-то, на самом деле, мы же животные все, и у нас где-то тоже вот этот зверь, он скрытый, он тоже может убить, вот если на твоих глазах там, допустим, попробуют убить ребёнка, ты же, извини меня, не будешь стоять, тебе такой зверь проснётся, что ты сама убьёшь, этого человека даже не задумываясь, вот, в состоянии там эффекта, не эффекта, не знаю как, вот, поэтому, как бы, мы достаем некие такие потаённые из нашей глубины души, и вот с этим надо уметь работать, то есть надо понимать, что это внутри нас есть, и просто иногда этим пользоваться, но актёру приходится всё равно этим пользоваться, потому что это его работа, быть постоянно вот таким добрым, он тоже мне понравится. Так вот, это же отрицание, отрицание вот этой тёмной стороны, то есть это получается встреча, ну, как бы со своими тенями, и как бы работать с ними, да, и это понимает. Здорово, мы с тобой на четвёртом уроке нашли общий язык, ура, мне это радует. Нет, я хотела узнать, можно я вот этот вот кусочек выложу в Ютуб наш последний, вот этот вот наш, твои, когда мы начали разговаривать о наших победах. Откровение? Да, да. Ну ладно? Потому что, мне кажется, многим это будет полезно, на самом деле, а то многие не понимают, что такое актёрское мастерство, на самом деле, я это знаю. Ну, придётся уже раскрываться, по-моему, что-то. Благодарю, Воль. Давай тогда мы с тобой до понедельника, всё, хорошего дня, благодарю тебя сегодня за занятия и до связи. Да, всё, благодарю тоже. Да, благодарю, пока-пока.